Сегодня мы отправляемся на Венский бал и танцуем со звездами корейской поп-сцены. Погружаемся в виртуальную реальность и знакомимся с поющими хаски. Разбираемся в китайской грамоте, учим японский и гуляем по Петербургу Достоевского. Вместо лаконичного черного музыканты в торжественном золотом и праздничном красном. Исполняют они игривые польки австрийских композиторов. Дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев в этот вечер хулиганит. Оркестр играет бесконечное произведение «Перпетту Мобиле» Иоганна Штрауса. Композитор специально не написал последний аккорд, и музыку можно повторять вновь и вновь. И то, как закончить произведение – выбор каждого дирижера. На этом концерте зрители стали музыкантами и сыгрались с оркестром. Исполнили партию одного из инструментов, который должен был звучать как паровозный гудок. Моей мечтой давно было сыграть программу из произведений Иоганна Штрауса и семьи Штраусов. Собственно, вот сегодня мечта моя сбылась. И шалит оркестр постольку, поскольку шалили сами Штраусы. Сегодня не только 90 человек на сцене играли музыку, но и тысячный зал исполняет произведение. Это же прекрасно. Такой необычной программой музыканты вместе со зрителями отметили старый Новый год. Это очень приятная такая дата, когда можно немножечко пошалить, вспомнить Новый год, сделать то, чего не удалось сделать, когда была ночь с 31 декабря на 1 января, поэтому почему бы нет? Новый год на Руси стали отмечать лишь в конце 15 века. И делали это – 1 сентября. Два столетия спустя Петр I издал указ, предписывающий начинать отсчет нового периода с 1 января. Люди тогда жили по юлианскому календарю. После революции в только что сформировавшейся стране советов приняли другой – григорианский календарь. А по нему Новый год пришел к нам на две недели раньше. Но о старом празднике не забыли. Каждый год справляем, всей семьей, семья большая. Дома собираемся все вместе, мама, папа с братом. Старый Новый год, ну, мы, как правило, посещаем концерты. Ну, а для музыкантов этот вечер, хоть и торжественный, но все же рабочий. Когда мы не поддерживаем праздник, они нам выходной не дают в этот день, значит, не поддерживают. Видите, вот мы сами решили организовать. Они проводят этот вечер на работе, чтобы праздник почувствовали другие и оставили в своей памяти концерт классической музыки в неклассическом исполнении. Увидеть блоковскую незнакомку в шлейфе духов и туманов и выдержать таинственный мрак взгляда Анастасии Филипповны из романа «Идиот». Гости этой экспозиции попадают в портретную галерею героев русской классики. Создавал ее тоже классик живописного искусства Илья Глазунов. Автору трех тысяч произведений всемирную славу принесли не только монументальные полотна, но и книжные иллюстрации. К 90-летию со дня рождения художника выставку его графики привезли в Омск. В зале 72 репродукции работ мастера к сочинениям Лескова, Толстого, Гончарова и других писателей. На самом деле оригиналы созданы в технике пастели. И Илья Сергеевич, дабы добиться эффекта воздушности, легкости, он пастель никогда не закреплял. Поэтому пастель очень сложна для транспортировки, именно глазуновская пастель. Поэтому работники галереи нашли такое интересное решение. Создали очень точные копии, размер в размер, все цвета, все линии, они все сохранили. И вот таким образом получилась данная выставка. Главное имя здесь после автора полотен Федор Достоевский, любимый писатель художника. Глазунов называл его кумиром и спутником всей жизни, загадкой и утешением. Мучительные человеческие страсти и образы гибельного Петербурга сплелись в рисунках с детскими впечатлениями живописца. Он видел, как во время блокады умирали отец и бабушка. Его, 11-летнего, спасли и вывезли из осажденного города по дороге жизни. А через несколько недель мальчик узнал о смерти матери. С тех пор глаза героев его картин говорят выразительнее любых слов. Настолько, что когда знаменитый советский киноклассик Иван Пырьев взялся за экранизацию «Идиота», актера на роль князя Мышкина он подбирал по внешней схожести с этой иллюстрацией. Проблема была в том, что найти актера, который быстро попадал в образ этого персонажа, было крайне сложно. Пырьев сам очень много актеров перебрал и, наконец, обратился к иллюстрациям Глазунова. И понял, что Глазунов просто идеально нашел человека для этого образа. Пырьев, увидев эти иллюстрации, решил, что таким человеком должен стать актер Яковлев, который в итоге исполнил роль Мышкина. Оценить подлинники работ художника этой весной смогут омские школьники. В парке «Россия. Моя история» стартовал конкурс сочинений для тех, кто посетит выставку. Победителя выберут в марте и подарят поездку в Москву, где пригласят на экскурсию по Государственной картинной галерее Ильи Глазунова. Элементы хип-хопа, электродэнса и восточных единоборств. Фанаты корейской культуры собрались сегодня на кей-поп-фэмили Омск. Больше сотни школьников и студентов решили посоревноваться в мастерстве кавер-дэнса. Кей-поп-группы, помимо того, что они поют, они еще очень классные танцы ставят. Это выглядит очень мощно, сильно и красиво. То есть, когда они поют и танцуют, это как особенность, что ли. То есть, в европейских странах такого нет. Ну и так же, как и в России, допустим, такого не найдешь. Там в основном потанцовка больше танцует, а здесь и сами артисты, они поют и танцуют. Это завораживает тебя, и ты хочешь сам тоже такое же делать. Черные маски и разноцветные волосы. Некоторые поклонники южнокорейской культуры копируют не только хореографию, но и внешность кумиров. Когда мы организовывали самое первое мероприятие о кей-попе, знали единицы. И, может быть, кто-то сошел дома, кто-то просто любил, но не рассказывал об этом друзьям. На наших мероприятиях люди находят друг друга, встречают друг друга, общаются. А мы считаем, что такие встречи очень важны именно для любителей, для фанатов жанров. Сначала культура кей-попа покорила школьников и студентов. Сегодня двигаться на гребне азиатской волны начинают и фанаты дискотек 70-х и 80-х. Моя мама даже слушает со мной иногда, смотрит мои выступления. Эта культура более открытая для людей. Здесь нет каких-либо ограничений. Если в других культурах многих людей презирают за то, что они делают, то здесь этого нет. Чтобы ближе познакомиться с корейской культурой и лучше понимать песню любимых исполнителей, многие фанаты даже взялись за учебники корейского языка. Я учу корейский язык уже как 4 года. Например, мне теперь легко понимать разные песни и вообще о чем они говорят. Внезапным гостем кей-поп-вечеринки стал певец Тимати, точнее его картонная копия. Ценители кей-поп-культуры были не прочь приблизиться к звезде. Говорят, на фото не видно, что звезда не настоящая. Как провести свободное время за парты и получить от этого удовольствие? Сегодня в рубрике ТОП-3 мы оттачиваем языки восточные. Азиатские языки сейчас в моде, а самым популярным считается китайский язык. По статистике, каждый пятый житель планеты владеет этим языком, он же самый сложный. Слова в китайском складываются не из букв, как у нас, а из слогов. А их там 400. И составить слово – это полдела. Куда сложнее верно его произнести. В китайском языке – 4 тона. То есть почти каждый слог можно произнести четырьмя разными способами. А значит, неверно выбранный тон может привести к недопониманию. В первую очередь, китайский язык отражает сообразительность китайского народа, трудолюбие, усердие и какой-то свой собственный взгляд на вещи. Мне кажется, что у каждого человека какая-то своя мотивация к изучению китайского языка. В первую очередь, это очень интересный язык, интересная культура. Китайский язык завораживает. А как насчет языка хоку и аниме? Японская письменность, как и письменность многих других азиатских народов, заимствована у китайцев. Но несмотря на это, он считается более простым. И даже иероглифы здесь выглядят проще. Однако восток – дело тонкое. И языковые ловушки подстерегают на каждом шагу. Одна из важнейших особенностей японского – наличие нескольких стилей вежливости. На их выбор могут повлиять возраст, пол или опыт собеседника. Например, в японских фильмах при обращении ученика к наставнику часто используется слово «сама». Оно указывает на высшую степень уважения. На японский язык приходят две категории людей. Первая – это подростковая категория. Вторая категория – граждан. Это студенты технических специальностей. И взрослые люди, которые хотят попробовать переехать в Японию, поучиться там, поработать. Если говорят, что на европейский язык требуется час в день уделения времени, то на восточный требуется два часа. Слова пишутся не только буквами, но и иероглифами. То есть нам непосредственно нужно знать еще иероглифическую надпись слова. И грамматика там строится тоже немножечко по-другому. То есть там необходимо первое время привыкнуть к языку, а потом уже набирать словарный запас. Сериалы, музыка, мода. Хотите знать язык восточной индустрии медиаразвлечений? Пожалуйста. Корейская письменность не отличается ритуальностью. Все дело в том, что в средние века корейцы отказались от использования китайских иероглифов. И придумали свою азбуку, заметно упростив язык. Поэтому корейский учить быстрее и легче. Освоить его, уверяют преподаватели, можно за год. А научиться читать и вовсе за несколько дней. Многие, кстати, ошибаются и думают, что в корейском языке иероглифы. Так же, как в китайском, например. Потому что это очень сложно выглядит. Но на самом деле в корейском языке тоже буквы. Корейские проще по написанию. Корейские буквы состоят в основном из палочек и кружочков. И когда они соединяются, получаются буквы. А я вот смотрела, как выглядят китайские, японские иероглифы. Это очень сложно. С нового года в музеях России ряд экспонатов получил черную метку. Стикер с буквами AR подсказывает зрителю, что о картине можно узнать больше, чем расскажут во время экскурсии. Достаточно скачать специальное приложение «Артефакт», навести камеру смартфона на картину и... Это лучший пейзаж всей выставки, всемирной, римской. Вас, Николай Никонорович, я особенно поздравляю. Еще никогда вы не были так великолепны и могущественны. Оригинальная, живая и красивейшая картина. Именно для таких мелочей и нужно это приложение. То, что я сейчас прочитал, это отрывок из письма Ильи Репина к автору картины. История создания произведений искусства, фотографии картин в рентгеновских и ультрафиолетовых лучах, аудиогид. Все это есть в приложении. В Омском музее имени Врубеля виртуальную жизнь организовали для 34 экспонатов постоянной экспозиции. Это своего рода игра. То есть мы видим картину вживую, и тут же через мобильные технологии мы можем просмотреть эту картину по-другому. А также есть дополненная реальность. Это фотографии, сделанные много-много лет тому назад. Допустим, это кадр черно-белый, где картина висит еще во дворце. Мультимедиагид работает с учетом точек интереса. Так можно узнать о костюмах героев портрета, рассмотреть историю через украшения и ордена, или выяснить, например, какую технику использовал художник, узнать про его индивидуальные авторские приемы. С дополненной реальностью прогулка по музею может затянуться надолго. Не забудьте зарядить свой смартфон. О том, как цифровые технологии внедряются в классическое искусство, мы поговорим с Натальей Трубкиной, организатором выставок и спектаклей с использованием дополненной реальности. Наташа, что обычно происходит вот в этом пространстве? Здесь у нас получается мультимедийный спектакль «Следуй за звездой». Когда появляется у человека мечта, на небе зажигается звезда. И несложно представить, что происходит, когда сбываются мечты, звезды падают, звездопад. Хочется детей погружать в какие-то ситуации, погружать их. А с помощью чего делают? С помощью теперь видеоарта, видео какой-то проекции. Какие сложности были у всей команды, когда вы создавали вот это мультимедийное пространство? Ой, да, их было очень много. Если обратить внимание, у нас купольная же площадка, она просто круглая. Да, и для того, чтобы посадить человека, звукорежиссера, световика, ну, то есть ты представляешь, допустим, идет спектакль, а сзади стол, там, кружечка с кофейком, там, 10 компьютеров. Конечно, это исключено. У нас здесь веб-камера, и человек сидит за стеночкой и следит за работой артистов, в нужный момент включая, там, видео, свет, дым. Буквально несколько дней назад наша веб-камера поднялась наверх, и у нас оказался просто незрячий, ни звукорежиссер, ни световик. Я просто набираю на телефоне видеозвонок, встаю вот так вот, и весь спектакль я просто снимала, а, получается, специалист смотрел на свой телефон и уже ориентировался. Почему ты решила сделать спектакль необычный на сцене, а вот в таком нетипичном для постановок пространстве и использовать, собственно, мультимедиа? Хотелось чего-то нового, и после таких проектов мультимедийных, как, например, иммерсивная выставка «Авангард» от Малевича до Шагао, новые измерения в концертном зале вот у нас проходили, конечно, не хотелось возвращаться к какой-то классической площадке, к какому-то сценарию, к какому-то классическому появлению Баба-Яги или каких-то там отрицательных персонажей. Над какими мультимедийными проектами ты работала до этого спектакля? Мы стали оживлять картины Далии. Это у нас в клубе «Ангар» они уже оживали под симфонический наш оркестр. Это было просто восхитительным таким событием, после которого неудивительно, что мы не смогли остановиться. И появилась у нас иммерсивная выставка «Авангард» от Малевича до Шагао. Так интересно посмотреть, если бы они это увидели. Что мы творим с их произведениями? Они же, в принципе, авангардисты рисовали это все в объеме, в объеме, в движении. А мы это еще и оживили. Это же невероятно. У нас вот сейчас техническое оснащение и опыт мастеров, он позволяет, собственно, создавать такие мультимедийные фишечки без каких-то осечек. Мы даже сами выращиваем этих специалистов. У нас были картины, которые с дополненной реальностью. Это вот иммерсивная выставка. Да, на иммерсивной выставке, да, как раз мы делали эти картины. И, как оказалось, это ведь непросто придумать картины, придумать приложения. Мы нашли человека, который сделал приложение. Но не так-то просто. У тебя есть приложение, у тебя есть картины. Нужно, чтобы это работало. Чтобы это работало, чтобы простой человек мог это скачать. Это App Store, это Google Play различные. И это тоже лицензии нужно получать. Это нужно писать им письма, это нужно согласовывать. И потом возникают такие же вопросы. Да, почему я, допустим, на свой телефон без проблем в течение минуты скачала, и у меня все работает, а у другого человека, у него какие-то трудности. И у нас, конечно, как у организаторов, там волосы дыбом стояли. Мы жутко за это переживали. Оставили дополнительные источники Wi-Fi, чтобы вот вам люди Wi-Fi качаете. Для современного зрителя такие стандартные классические изобразительные средства, то есть, ну, вот, картина, какое-то музыкальное произведение, оно уже становится неполным без вот каких-то мультимедийных современных средств. Если говорить о том, зачем готов зритель бежать, да, зачем он хочет идти, он же постоянно ищет чего-то нового. Сейчас, мне кажется, вот видеоарт – это такой самый мощный инструмент, визуальный инструмент, который помогает что-то донести или куда-то перенести зрителя. Не нужно классическое искусство вытеснять, оно должно быть. И благодаря все-таки этой классической основе мы сейчас вот работаем, все, что мы имеем, это все, все равно база у нас классическая. Вот, поэтому я думаю, что должно быть место и тому, и другому. На нашем заводе в 1910 году состоялось такое знаменательное для нас событие. Открылась библиотека заводская, открыла ее супруга нашего основателя, Рандрупа Александровна Михайловна. Даже самые редкие экземпляры ей удалось найти и собрать в этой библиотеке. Здесь вообще три издательства представлены, которые были очень популярны и авторитетны в тот период времени. Это Ивана Сытина издательство. Это 1913 год. Есть книга такого издательства, которое было очень авторитетным в начале 20 века. Оно называлось «Броггаус Ефрона». И третье издательство было популярное. Чем оно уникально? Здесь издательство «Академия» называлось. Здесь вот такие вот иллюстрации были. То есть вклеены. Кажется, эти собаки не лают, скорее поют. Секрет в особом расположении связок. Хор четвероногих вокалистов был замечен в эти выходные в крутой горке. Кристально-голубые глаза и волчьи вой. На этом сходство с опасными предками заканчивается. Хаски настолько беззлобны, что у эскимосов, например, они согревали детей. Генетически правильно выведенная породная собака, сибирские хаски, не имеет гена агрессии. У меня одна собака занимается с волонтером в КАНИС-центре. Лечит больных детей ДЦП, аутизмом. То есть они склонны еще и, как дельфины и лошади, лечить детей. Хаски считаются древнейшей породой собак. Она была выведена на севере, чтобы перемещаться и перевозить грузы в суровых условиях. Хаски и сегодня ни секунды не сидят на месте. И заставляют двигаться своих хозяев. Волей-неволей встанешь на нарты. И это не прогулка, а профессиональный командный спорт. На старте хаски разгоняются до 40 км в час. Чтобы справиться с управлением, каюрам нужна подготовка. Каждые выходные Федерация ездового спорта Омской области проводит бесплатные занятия. Кататься можно не только на нартах, но и на лыжах. А среди четвероногих спортсменов ездовые овчарки встречаются. Урман служит в полиции. Здесь тренирует профессиональные навыки. У меня собака по взрывчатым веществам. И чтобы хорошо нюхать, искать, нужна хорошая отдыхалка. И вот физические нагрузки помогают лучше собаке нюхать и находить. А те, кто боятся не справиться с управлением, вполне могут занять место пассажира. Прокатят с ветерком. И никаких собачку жалко. Каюры уверяют, что их глубоглазым подопечным вовсе не тяжело. Катания заменяют собакам тренировки. А их должно быть много, ведь совсем скоро, 1-2 февраля, всероссийские соревнования. Всех желающих приглашают поболеть. Как вдохновиться старым на новое? Сегодня о своем свободном времени нам расскажет художник, автор песен и солистка группы «Моя дорогая» Ольга Санина. Основную деятельность и хобби я не разделяю, потому что я не знаю, что у меня основное, что хобби. Я занимаюсь куклами авторскими, делаю шарнирных кукол. Я пою, пишу в группе «Моя дорогая». «Моя дорогая, я не так далеко, ты можешь убить меня, не обнимая». Еще есть портреты, которые я очень люблю рисовать, но нет времени и танцы, а тоже уже как-то не очень получается. Но я как-то стараюсь все для души, потому что времени мало. Свободное время, если оно выдается, я очень люблю пойти семьей в кино и очень люблю пойти на старый фильм. Сейчас в кинотеатре проходят иногда показы старых фильмов, и там Тарковского показывали, и было «Зеркало». Какое-то такое классное впечатление новое от старого получила, потому что именно на большом экране. Это здорово. Я жду, когда будет «Солярис», я пойду на него. Чью-то судьбу вершу, глина пока сыра станет, кем я решу. Сколько нужно времени, чтобы свести человека с ума? Решили выяснить создатели нового фильма ужасов «Маяк». Безумствовать на большом экране будут звезды Голливуда Вильям Дефо и Роберт Паттинсон. Готический нуар в прокате с четверга. Разоблачением лекарей-шарлатанов займутся в пятницу артисты Пятого театра. Они сыграют свою версию знаменитой комедии Мольера «Мним и больной». В субботу меломанов зовут в органный зал оценить саундтреки к фильмам «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря». Известные мелодии прозвучат в необычном формате – переложении для скрипок и виолончели. В воскресенье актеров омской драмы придется спасать от укусов. Осы прилетят на премьеру спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева. Зрителям обещают трагикомическую игру и поиски правды о себе и о мире. Как появилось слово «меценат», чьи работы скупали на аукционах российские предприниматели прошлого и кто на протяжении истории спонсировал искусство в Омске – посетителям расскажут на выставке в музее имени Врубеля. На поиски безымянной звезды отправятся в среду зрители Лицейского театра. Историю любви провинциального учителя и светской львицы представят в постановке режиссера Владислава Пузырникова.